Они безнаказанно воруют миллиарды. Сквозь пальцы утекает то, что страна создавала десятилетиями. С молотка за копейки уходят заводы, фабрики и научные разработки. Судьбы людей и даже целых городов благодаря им отправляются на помойку. Они как саранча, и от них нет спасения. Выщенная земля. Термин, который они сами себе придумали. И это единственное, что после них остается. Никакой закон не защитит современного российского предпринимателя. Почему эти люди никого и ничего не боятся? Как в их руках оказываются нужные решения судов? Я не знаю, кто более настоящий преступник. Убийца или купленный судебный пристав. За какие заслуги на их сторону встают чиновники и политики? Этим, собственно, занимаются как правоохранительные органы, так и криминалитет. Почем нынче услуги полицейского генерала? И сколько стоит захват успешного предприятия? Если есть армия, она должна воевать. Кто такие рейдеры? Сколько предприятий они уже украли? И сколько украдут еще? Каким должно быть противоядие от этой чумы? Это история о них. Эти люди пришли сюда, чтобы защитить свой завод и свой город. Еще чуть-чуть, и от их предприятия, а значит и от города, в котором они живут, остались бы только воспоминания. В пять часов утра по местному времени уральскому городку Богдановичу едва не подписали приговор. Из-за долгов поставщики газа перекрыли вентиль. Это могло стать началом конца. Организованное совещание было вчера, на сегодня назначено. Рухнет завод, не ввод завода. Вот вы что издеваетесь над нами, куда мы сейчас все пойдем? Вот вы подумали. В кадре вице-мэр городского округа. Впрочем, это только название такое красивое вице-мэр. Что он может? Кто этот чиновник по сравнению с людьми, способными стереть его городишко в порошок? Да он и сам понимает, что отключить завод от газообеспечения, значит похоронить предприятие. Похороните город. Каждый второй житель которого зависит от этого завода. Это большой завод газопотребляющий, да? Это предприятие, которое... Вот печи остановили, через 4 часа мы остаемся без печей. То есть печи наши с водой рухнут, мы остаемся совершенно без работы. И это не примус, который можно зажечь и разжечь. Наш завод можно восстановить. Вот еще час осталось времени. Несколько лет назад Богдановичский фарфоровый пал жертвой рейдеров. Тогдашнему мэру было все равно. Был и приказ сверху отдать завод. Это предприятие вдруг стало убыточным. Оно производит посуду для такого гиганта, как Икея. Каждая вторая кружка, каждая вторая тарелка в этой торговой сети сделана богдановическими мастерами. Но кому до этого есть дело? Рабочие стали заложниками неэффективных собственников той команды, которая еще со времен Федулев управляет Богдановичским фарфоровым заводом и его родственников. Но никаких действий по нормализации ситуации руководство завода не предпринимает. Запомним фамилию. Федулев. Она многое объясняет в этой истории. Пока же два слова о том, кто такие рейдеры. Рейдер. В переводе с английского налетчик, мародер. В средние века так называли пиратов, промышлявших захватами торговых судов. В наши дни рейдерством принято считать силовое недружественное поглощение предприятий против воли их собственников. В современной России рейдерство началось вместе с приватизацией. Вдруг откуда ни возьмись, появились какие-то акционеры, скупили какие-то бумажки, акции. Большинству директоров на это было наплевать. Ну подумаешь, вот сейчас правительство почудит, завтра скажет, все эти ваучеры, это дерьмо и выкинет на помойку. В 98-м году вступил в силу закон о несостоятельности или банкротстве. Именно с этого момента в экономической жизни нашей страны началась эпидемия банкротства. Пик рейдерства пришелся на начало 2000-х. В 2002-м году в России зафиксировано около 2000 недружественных поглощений. А к 2008-му году сумма подобных сделок выросла более чем в 4 раза. Люди приходили и брали то, что они считали нужным. Это криминальный передел, так называемый. Затем рынок собственности образовался, и появился новый вид бизнеса – рейдерство. Отъем бизнеса в пользу других собственников, используя огрехи законодательства. Этим, собственно, занимаются как правоохранительные органы, так и криминалитет. Сумма долга Богдановичского завода перед газовиками – 40 миллионов рублей. Завод не стоял, у него были крупные заказчики. Где-нибудь за границей при таких условиях никому и в голову не пришло бы банкротить предприятие. Но в России для рейдеров это предлог – отобрать завод у неэффективного собственника. Городские чиновники почти всегда на стороне новых собственников – рейдеров. Они-то, конечно, предельно эффективны. Но где власти были раньше, когда завод и связанный с ним город проваливались в бездну нищеты? Даже когда запахло жареным, тогдашний премьер региона не в состоянии был объяснить, как на заводе все устроено. Четкого графика реструктуризации или погашения этой задолженности у нынешних владельцев, или вернее арендаторов, такая сложная запутанная структура собственности нет. Вообще, конечно, объяснить все это можно. Был завод, начал приносить прибыль, а дальше все просто. Предприятие вгоняется в долги, проплачивается чиновник, который говорит, надо оздоравливать, и выносит постановление о внешнем управлении. И вот оно свершилось. Завод уже ничей. Подбирай и владей. Вот как раз наглядный пример с наглядными речами. Есть неконкурентная продукция. У завода Богдановичского было 20 лет для того, чтобы свою продукцию сделать конкурентной. Я так понимаю, я на заводе не работал, но тем не менее. А вы наши посуды увидели? Нет, я видел, конечно, у меня есть. Сейчас конкурентоспособна. Давайте я пробежу. Мы с Икеей торгуем. Это мировая марка. Секундочку, я знаю, что это в Икея. Но не тут-то было. Никто не ожидал, что люди пойдут защищаться. Это было едва ли не впервые, когда простым рабочим удалось отбить атаку налетчиков. А они вышли защитить свой завод и свой город. 700 человек отстояли право на жизнь своего городка. Чёрный передел. Наиболее активно он проходит в металлургии, машиностроении, лесопромышленном секторе. Самые кровавые и тяжёлые бои с рейдерами шли на Урале, где сосредоточен основной промышленный потенциал страны. Почти на каждом из предприятий всесоюзной кузницы в разное время отметились рейдеры. Некоторые из уральских заводов так и не оправились от набегов. Те, что уцелели, всё ещё приходят в себя. Институт рейдерства, он противоречит основному принципу, что должно побеждать честное соревнование. В рейдерстве всё наоборот. Ты работаешь лучше, мы тебя украдёв. 2002 год. Нижняя солда. Как милиционера поливают водой из шланга, российские телеканалы показывали практически в режиме нон-стоп. Показывали, и как это называется в определённых кругах, сходку руководства предприятия с авторитетами региона, верхушкой уралмашевского сообщества. А вам не кажется, что странно нам этот судебный исполнительный результат? Вот я понимаю так, а 9 ноября, вот с этим исполнительным лицом должен подойти судебный результат. Прекращай, действительно, уважаемые взрослые члены. Да, это неизвестно. ОПС «Уралмаш» – группировка, известная многим в нашей стране. Расшифровать аббревиатуру ОПС можно было, например, как «Организованное преступное сообщество». Ребята, которые придумывали это название, явно обладали чувством юмора. Официально они себя именовали общественно-политическим союзом. На кадрах, которые вы видите, ни общественных, ни политических задач не решается. Просто одни братки отбирают у других жирный кусок. Качканарский гук, химмаш, другие очень сладкие, большие куски, которые были неподелены. Вот их и взяли изделить. Антон Баков, ОПС «Уралмаш». Они же приезжали, лидеры Хабаров, Воробьев. Они приезжали чуть ли не на каждый захват. Светились под камеры, значит, говорили правильные слова. Лидера «Уралмашевских» Хабарова похоронят через три года в двухстах километрах отсюда на северном кладбище Екатеринбурга. Его удавят в местном СИЗО. Александра Куковякина в момент разборок на этих кадрах, он еще депутат областного законодательного собрания, примерно в то же время объявят в федеральный розыск. Сегодня Нижняя Салда – убогий серый город. Дороги отсутствуют. Скоротать вечер после трудового дня негде. Молодежи почти нет. Кто-то уехал на заработки в Нижний Тагил, те, кто остались, бьют. В свое время социальным обеспечением в городе занимался завод. Теперь надпись «Здесь все закончилось» вместе с советской властью можно вывешивать при въезде в город. Последние три года, когда мы работали с Единых, я как замом был по вот этим всем вопросам. Это мое жилищное хозяйство было. Значит, все вопросы мы давали 67% бюджета в город. А сейчас в городе практически ничего нет. За последние 15 лет завод несколько раз менял собственников. Каждый новый хозяин вламывался на предприятие по похожей схеме. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Заложниками и основными пострадавшими в таких конфликтах всегда являются собственник и физические лица – миноритарные акционеры. У последних за бесценок скупаются акции. Владельцы крупных пакетов подвергаются угрозам и шантажу. А дальше полным ходом идет подкуп чиновников, судей и людей в руководстве предприятия. Последние должны голосовать на собраниях в интересах налетчиков. Первые – обеспечивать прикрытие с точки зрения закона. В ряде случаев выпускаются дополнительные акции. Это помогает размыть долю настоящих владельцев в акционерном капитале. И вот уже вчерашнему хозяину завода принадлежит не 51% акций предприятия, а всего лишь четверть. А рейдер на белом коне въезжает в директорский кабинет. Сначала изучается само предприятие изнутри. В процессе изучения в обязательном порядке там находятся какие-то дырки, лагуны того, что там существует. Это могут быть долги, это могут быть недовольные акционеры, это могут быть акционеры, которые хотят продать акции. Или отдать их в доверие, переуступить на какое-то время. А потом происходит захват. Захват может происходить более-менее мирным путем, когда приезжают только судебные приставы. Или судебные приставы подключают уже каких-нибудь там ОМОНовцев или других людей в масках, которые у нас всегда на службе народа и в любой момент готовы за какие-то деньги этому народу послужить. Ту атаку рейдеров Нижний Салдинский завод так и не пережил. С легкой руки налетчиков единственное предприятие в стране, производящее рельсовые скрепления для МПС, утратило все имевшиеся договоренности. Железнодорожники предпочли работать с китайцами. А Салдинский металлургический все еще приходит в себя. Только вот придет ли. Никто не будет вкладывать деньги в производство, в предприятие, зная, что его могут в любой момент отнять. Но эта беда связана не столько с рейдерством, она связана с несовершенством наших российских институтов. Институтов правоохранительных, институтов защиты права собственности. Почему эти люди никого и ничего не боятся? Как в их руках оказываются нужные решения судов? Не обязательно эти люди насквозь продажные, там, мерзавцы и так далее, и так далее. Но есть объективная экономическая ситуация. За какие заслуги на их сторону встают чиновники и политики? Почем нынче услуги полицейского генерала? И сколько стоит захват успешного предприятия? Если 10 лет назад в тех же органах правопорядка еще были люди, которые служили при советской власти, для которых служба была делом чести, то сейчас таких людей становится все меньше и меньше. Кто такие рейдеры? Сколько предприятий они уже украли и сколько украдут еще? Смотрите прямо сейчас. Павел Федулев. Его называли рейдером номер один. На всю страну Федулев прославился в 90-е громкими силовыми захватами предприятий. Тавдинские, Лобвинские, Гидролизные, Баранчинский, Электромеханический, Богдановичский, Фарфоровый и Камышловский завод строительных материалов. А еще Урал Химмаш, Оборон Снабсбыт, Мясокомбинат Екатеринбургский. Вот далеко не полный список активов империи Федулева, которую он украл всего за несколько лет. Рейдерство являлось основным источником дохода Федулева вплоть до его задержания в 2006 году. Для реализации своих планов бизнесмен создал целое преступное сообщество с четкой структурой и распределением обязанностей между его участниками. Примерно по этой схеме захватчики действовали на Химмаши. В ход шли любые подручные средства. Людей травили газом. Затем дело и вовсе до потасовки дошло. Помнишь заповедь старшего Цыганова? Это первые лидеры его пояса Уралмаш. Он говорил своим ребятам еще на заре, на заре этого всего мафиозного движения, скажем так. Значит, как работаем на стрелке? Сначала бьем всех подряд, а потом спрашиваем, что вам надо. Эти кадры в 2000-м облетели весь мир. А директора заводского торгового дома с окровавленной головой позже умудрились вмонтировать в один из сериалов. Этот завод делили несколько месяцев. Еще бы! Городообразующее предприятие третьего по величине города в стране. Пропустите прессу, товарищи! На что у вас лечь? Девушки, с вами... Свидетелей налета на одно из местных предприятий буквально атаковали журналисты. Вопросы сводились к одному. Как такое могло случиться? Почему не вмешалась милиция? Ведь стражи порядка были там же. Когда в свое время именно Урал-Химаш был захвачен, захватчики потратили около пяти миллионов долларов на всю операцию. Это и силовой захват, и пиар-поддержка, это и, так сказать, выкуп акций у акционеров потом. Пять миллионов долларов. В такую сумму рейдер Федулев оценил затраты на захват одного из градообразующих заводов уральской столицы. На тот момент только готовой продукции на складах предприятия лежало на сумму в несколько раз большую. Но заработок рейдера из того и складывается, что он не покупает за сто рублей то, что стоит сто рублей. Он хочет все из-за копейки. Офис рейдерской конторы выглядит более чем скромно. Максимум 5-6 человек. В команде обязательно должен быть мозг, тот, кто придумывает и детально прорабатывает схему отъема. Ему помогает юрист, задача которого – придать захвату видимость законности. Он же договаривается с политиками, чиновниками и судами. Купить судебное решение, возбудить уголовное дело стоит очень небольших денег. Судья знает, что он может вынести любое решение, и ему за это ничего не будет. Еще один необходимый специалист – пиарщик. Человек, формирующий сознание масс. Именно он определяет, кого в СМИ назначат злодеем, а кого спасителем. Очень важная составляющая команды – силовик, экс-сотрудник любых правоохранительных органов. Он обеспечит и так называемую крышу, и поддержку людей в погонах в случае силового проникновения на объект. Я не знаю ни одного рейдерского захвата, который бы не проводили судебные приставы. Я не знаю ни одного рейдерского захвата, где бы не было исполнительного листа какого-нибудь суда, если бы не было письма какого-нибудь прокурора. Приезжали даже святые люди из Федеральной службы безопасности, которые, оказывается, тоже любили деньги. Еще одна вотчина Павла Федулева – Лобвинский гидролизный завод. Апрель 2008-го. Хозяин предприятия уже находится за решеткой. Рабочие объявляют о начале голодовки. К тому моменту им почти год не платят зарплату. Какая разница, как голодать, если все равно голодать, шутят люди. 20 миллионов рублей повесли в воздухе. Завтраками кормят ежедневно. Когда стало известно, что предприятия и вовсе собираются закрывать, повесив вину на неэффективного собственника, люди решают обратить на себя внимание таким вот образом. Мы писали заявление и в прокуратуру, и в область, и даже Путину писали. Но нигде никакой помощи нам не было предоставлено. И уже крайняя мера. Внимание предпринимателей с большой дороги завод привлек в середине 90-х. Тогда актуальным стало производство суррогатного спиртного. Гидролизный завод для этих целей подходил как нельзя кстати. Несколько лет предприятие переходило из рук в руки. От одних, гоп-стоп-менеджеров, к другим. И в конечном итоге отошло Федулеву, который, как водится у рейдеров, выдавил из завода последнее и бросил умирать. И на данный момент мы произвели с вами спирт, который перекроет задолженность по зарплате. Да, рынок тяжелый. А, команда, сколько ты получаешь? Сколько? Четыре месяца. А сколько мы получаем? Сколько я вас берегу? Значит, так, больше я повторяю, ничего не буду. Их собрали по инициативе местных властей, пообещав разобраться. Через несколько минут после начала собрания становится ясно, денег нет и взять их неоткуда. Вся надежда только на уже произведенный спирт. Но он как-то странно продается, отгрузка ведется, а средства на счета предприятия не поступают. Мы заключили два международных контракта. 400 тысяч. Значит, к сожалению, мы можем сейчас распоряжаться средствами только теми, которые поступают от реализованной продукции. Спустя какое-то время нервы сдают даже у официальных лиц. Это ложь! Возмущается областной омбудсмен. Оратор в тот момент как раз объяснял, куда делись несколько миллионов за отгруженную недавно продукцию. Так вот ни копейки на Севергаз не ушло. На Севергаз не ушло. А с чего было? У нас у всех дома дети. Можно найти, как говорится, если верхи не хотят, то низы не смогут этого сделать. Все равно можно найти какие-то решения. От восьмитысячной когда-то лобвы сегодня осталось меньше половины населения. Одни спились или давно на кладбище по той же причине, другие уехали на заработки в соседние города. Эти люди пытались остаться работать на родине. Родина вместе с заводом украл некий жулик, оставив от нее только воспоминания. Был когда-то такой город Лобва. Современное рыдерство принято разделять на белое, находящееся в рамках закона. Это когда все ограничивается лишь корпоративным шантажом. Цель налета – сиюминутная прибыль. С помощью небольшого пакета акций рейдеры создают помехи для нормальной работы предприятия. Все сводится к тому, чтобы вынудить руководство компании выкупить этот пакет по завышенной цене и тем самым избавиться от шантажиста. Серое рейдерство, проходящее с нарушением гражданско-правовых норм, таких как подделка документов, подкуп должностных лиц и так далее. Черное рейдерство – самая страшная форма захвата собственности. Всегда сопряжено с нарушением Уголовного кодекса. В ход идут не только шантаж и психологическое давление, но и прямое физическое воздействие на собственника – от избиения до убийства. На Западе акционер приобрел предприятие ложиться спать или назначает менеджмент. У нас ты приобрел предприятие, и срочно надо строить стены и бастионы, чтобы у тебя его не отняли. Этот процесс бесконечен. Чтобы у тебя его не отняли, ты должен отнять еще что-то у кого-то, хотя бы для того, чтобы это пошло в размен с будущим агрессором, который как бы на тебя набросится. Ежедневно суды рассматривают до 300 исков по корпоративным конфликтам. Самые активные участники рынка захвата предприятий – это прежде всего крупные финансовые и бизнес-структуры, названия которых известны всем. Впрочем, те, кого мы именуем олигархами, сами в рейдерских налетах предпочитают не светиться. Для этого есть специально обученные люди, которые таким образом зарабатывают деньги. В современных российских реалиях обезопасить себя можно только, имея какие-то устойчивые связи с властями, в промоходительных органах. Речь идет о коррупции в данном? Не обязательно о коррупции, просто о дружественных отношениях. Я знаю кучу примеров, когда предприниматели, пользуясь дружбой с силовиками, каким-то образом решали свои проблемы. Просто, я не знаю, призыв о помощи. Ну, обратите на нас кто-нибудь внимание, ну, хоть чем-то нам помогите. Не знаю, сложно, очень сложно. Только ли на Урале люди лишаются бизнеса? Где рейдеры прописались сегодня? В Советском Союзе еще говорили, суд независим и подчиняется только обкому. А сегодня суд независим и подчиняется только доллару. Почему за решетку можно загреметь, даже если ты не преступник? За два месяца, сколько я находился в СИЗО, я поменял шесть камер практически. Меня как бы начали не перетаскивать в одну камеру, во вторую. Об этом далее в нашей программе. Это интервью с краснодарским предпринимателем Евгением Коноваловым мы записывали в тот день, когда вся страна обсуждала кущевские события. А самого Евгения в тот день выпустили из СИЗО, где он провел два месяца. За что? Да не за что. За то же, за что в Кущевской убивали. Просто потому, что кому-то приглянулся его бизнес. За два месяца, сколько я находился в СИЗО, я поменял шесть камер практически. Меня как бы начали не перетаскивать в одну камеру, во вторую. Ну, я так понимаю, что это тоже связано было с тем, чтобы повлиять на решение всех этих вопросов. Проблемы у Коновалова начались еще в 2007-м, когда партнеры по бизнесу решили, что он лишний на этом празднике жизни. Неким предпринимателям приглянулось офисное здание в центре Краснодара, которым Евгений владел. Сперва бизнесмену предложили сдать помещение в аренду. Все официально. Договоры, подписи. Но однажды, придя на работу, бизнесмен с удивлением узнал, что здание ему больше не принадлежит. Оказывается, он его продал. А он-то ни сном, ни духом. На сегодняшний день обладателем является господин Биндес. Ну, это явно подставное лицо. Он даже этого не скрывает. Он сам говорит, что ребята попросили меня оформить на себя. А ребята – это главный инженер Газпром-трансгаз Кубани Баканов. Это бывшие сотрудники тогда Кубань-Газпрома, Жвачкин, Митяй. По бумагам, которые затем оспаривались в судах, предприятие, в собственности которого находилось здание, было продано за 10 тысяч рублей. Именно такую сумму захватчики перевели на счет бизнесмена. Как издевательство. Они как будто хотели продемонстрировать уверенность в собственной безнаказанности. Краснодарский краевой суд признал сделку легитимной. Сам Евгений оказался за решеткой по обвинению в мошенничестве. Однако он уверен, билет в СИЗО ему выписали с подачи рейдеров, чтобы не мешал прибирать к рукам его бизнес. Эффективно противостоять незаконному отъему собственности российские власти пока не могут. Помимо коррупции, этому мешает несовершенство законодательства и прежде всего нечеткое определение рейдера. Кроме того, зачастую на сторону преступников встают те, кто призван закон защищать. К сожалению, очень часто это сопровождается и помощью, и поддержкой со стороны лиц, работающих в правоохранительных органах и в органах милиции в том числе. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что помимо собственно борьбы с рейдерством, нужно еще обратить внимание на этот фактор. Чтобы те, кто призван защищать от рейдеров, не включались в рейдерские бригады. Значит, и это уже прямая ответственность министра, и здесь тоже нужно наводить порядок. Рейдерство и коррупция идут рука об руку. Если раньше, чтобы войти на предприятие, нужно было скупить акции и подкупить суд какого-нибудь маленького городка, сегодня все больше популярна схема, при которой против собственника фальсифицируются уголовные дела. И пока собственник сидит, рейдеры не спеша расправляются с его бизнесом. В каждом захвате существует два вида решений. Существует решение за и против. И на самом деле побеждает тот, у кого долгий доллар. А судьи у нас в Советском Союзе еще говорили, суд независим и подчиняется только обкому. А сегодня суд независим и подчиняется только доллару или евро. Меньше рублю. Еще одно направление бизнеса Евгения Коновалова – рыболовецкая агроферма «Новая жизнь». Правда, название и внешний вид фермы несколько различаются. Сегодня часть ее имущества арестована. Но и за это тоже спасибо рейдерам. Агроферма обеспечивала рабочими местами два близлежащих поселка. Отчисляла налоги в райцентр. Здесь насчитывалось порядка двухсот голов крупного рогатого скота. Молоком обеспечивали весь район. В прудах разводили карпа. Сегодня все это в воспоминаниях. Поля стоят заброшенными, рыба передохла. Из-за долгов перед энергетиками ферму отключили от тепла и электричества. Весь скот пришлось отправить под нож. Просто, я не знаю, призыв о помощи. Ну, обратите на нас кто-нибудь внимание. Ну, хоть чем-то нам помогите. Не знаю, сложно, очень сложно. Год назад, на фоне этих прудов, которые в тот момент еще были наполнены водой, снимался для рекламного ролика небезызвестный глава администрации, бывший теперь уже Каневского района, Лыбанев Владимир Викторович. И вещал жителям Каневского района о том, что с его приходом у них наступает светлое будущее. Ну, на сегодняшний день у нас Лыбанев сменил место дислокации. Теперь уже его светлое будущее у нас превратилось как бы непроглядное или неприглядное прошлое, да. А сам Лыбанев теперь возглавляет Туапсинский район. То есть тут развалил, сейчас туда поехал. Ну, поздравляем туапсинцев. Они безнаказанно воруют миллиарды. С молотка уходят заводы, фабрики и научные разработки. Судьбы людей и даже целых городов благодаря им отправляются на помойку. Они как саранча. И от них нет спасения. Роль государства здесь двоякая. С одной стороны, именно государство должно создавать те условия, при которых исчезнет рейдерство, как криминальный вид бизнеса. А с другой стороны, представители государства, активно участвуя в этом криминальном виде, препятствуют его исчезновению. За что все-таки пришлось ответить уральскому рейдеру Федулеву? И какое наказание понес налетчик номер один? В результате преступной деятельности, в том числе указанных мной в убийствах, Федулев приобрел значительные материальные средства. Как долго длились судебные тяжбы? И насколько беднее стал захватчик, оказавшись в тюрьме? Никто не ворует плохие предприятия. Воруют лучшие предприятия. Об этом в заключительной части программы. Помимо присвоения активов и денег, во время рейдерских кампаний Федулев не гнушался и физическим устранением своих компаньонов. Так в 95-м году, по указанию олигарха, в подъезде собственного дома на глазах жены и малолетней дочери был застрелен предприниматель Андрей Якушев. Партнер Федулева по захвату Екатеринбургского мясокомбината. Год спустя киллеры застрелили другого предпринимателя Андрея Соснина, контролировавшего совместно с Федулевым Сухоложский завод вторичных цветных металлов, а также ряд других предприятий, находящихся в том числе за рубежом. Федулев как бы получился, он на тот момент был депутатом, отодвинул, и Андрей Соснин отодвинул, как бы отодвигал Федулева от ведения экономических вопросов. Что, видимо, не устроило Павла Анатольевича, и он принял. Если это он принял, суд же еще не доказал про него. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за рейдерский налет на рыночный комплекс «Оборонснабсбыт», в конце 2003 года Федулев заказал киллером своего помощника и активного участника тех событий Сергея Истомина. В 2005-м убийцы по приказу хозяина расправляются с двумя федулевскими юристами, Юрием Мелехиным и Татьяной Лебедевой. Оба являлись членами созданного им преступного сообщества по отъему чужой собственности и могли кое-что рассказать о подвигах патрона. Тела погибших были найдены лишь спустя несколько месяцев в одной из рек на севере региона. Конечно, никто сейчас, по прошествии времени, не подтвердит связь Федулева, который получил вот такой срок, да получает еще, так сказать, по всяким эпизодам, связь Федулева с руководителями города и области. Но без нее, ты совершенно прав, у него бы просто ничего не получилось. Он озвучивал это, может быть, он таким образом их шантажировал, но скорее всего, действительно, ему были, как сейчас модно говорить, месседжи, да? Что вот Паша, иди и захвати, Паша, иди и сделай. Кстати, кровь, что пролилась в сентябре 2000-го при Дележехе Маша, тоже лилась не только из ссадин. В июле 2001-го, почти через год после силового вторжения на градообразующее предприятие Екатеринбурга, был убит депутат Свердловской областной думы 28-летний Артем Сатовский. Версии причин его гибели назывались разные, от банального ограбления до политических неурядиц. Между тем, эксперты, правда, шепотом говорили все о том же Химмаше. Сатовскому принадлежал спорный 25-процентный пакет акций. Эту смерть, впрочем, повесить на Федулева не удалось. В результате преступной деятельности, в том числе указанных мною в убийствах, Федулев приобрел значительные материальные средства и стал фактическим владельцем ряда крупных промышленных предприятий Свердловской области и других регионов России. Финансовые и материальные ресурсы данных предприятий, также их сотрудниками, использовались Федулевым, в том числе для подготовки и совершения преступления. Уголовное дело на Павла Федулева объединяло в себе 18 разных дел, возбужденных в период с 1995 по 2010 годы. Следователями было проведено свыше 600 допросов свидетелей, более 150 экспертиз, следственные действия проводились на территории различных субъектов Российской Федерации и за ее пределами. Общий объем материалов в отношении бизнесмена составил 138 томов. Может, он действительно кому-то был нужен, его называли разного, ну как это, агентами разных людей. Даже я помню, даже ему название придумали – радиоуправляемый крокодил. Ну, все эти люди, между прочим, на свободе, все эти люди, между прочим, во власти, по деньгах. Радиоуправляемый крокодил на складе радиоуправляемых крокодилов. Учитывая то обстоятельство, что с Федулевым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, приговором Свердловского областного суда ему назначено максимально возможное в данном случае наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет и штрафом в 1 миллион рублей. Ранее Федулев был осужден на 9 лет за захват рынка обороноснабсбыт. За 20 лет в новейшей истории России он стал, пожалуй, единственным, кого осудили за рейдерство по всей строгости закона. Редактор субтитров А.Семкин